никто не мается. Но Путин хвастался, что они испытали в Сирии, ну вот вообще-то дико звучит, конечно, на живых людях, они испытали уже более 200 видов новых вооружений. И это плюс к этому, он похвастался вот этой новой ракетой, я о ней хочу отдельно спросить тебя, не улыбайся, я серьезный вопрос ставлю. Мы, кстати, когда готовили эту программу, мы провели опрос среди читателей, верите ли вы в суперракету Путина. Вот сейчас мы покажем результаты опроса на экране, я попрошу режиссеров показать, сколько там накапало. Есть у нас, да, не очень четко видно. Да, проголосовало около 500 человек и 90% не верят в это. Ты к каким относишься? 10% верят, что у Путина есть такое уникальное оружие, которым он демонстрировал в этом видео. Не, ну случайно это фейк, насправде мы уже бачим, что Путин давно уже не реалистично оценил обстановку, навколо него, как я сказал, телевизор начинает смотреться в него. Он верит уже, что то, что там показывают, это и правда, хотя сам он это и инсценировал. Насправді, он уже много фейків. Давайте сгадаем фильм, который про него изнял Оливер Стоун, где в фильме он показывает Стоуну, в видео, что это российская авиация, а насправді это очень известный кадр, как это воюет американская авиация, а не российская. То есть они себе малюют, пересылают эти видеоролики, и они верят в то, чего нет. Так же это полный фейк, про который знает не просто эксперт, а какой-то військовый, или журналист, а про это знает любая людина, которая знакома с физикой элементарной. Ну расскажи, интересно же вот так на пальце, почему этой ракеты не существует, о которой вы говорите? Ну, по-перше, ці проекти такого двигуна, ядерного двигуна на ракету, вони попробовались дуже давно, еще в 50-60-е годы. Американцами? И американцами, и россиянами, и даже на літаки были проекти ставить ці двигуни. И каждого раза это отхилялось из одной причины, что, как только ты что-то такое ставишь, будь-яка техника, вона мает звичку ломаться. Не бывает техники, которая не выходит из ладу. Вот, если у тебя есть ракета с маленьким ядерным реактором, который работает, и что-то в ней станет на пробованиях, и она куда-то впадет на твою территорию, то ты отримаешь в собі в мирный час маленький ядерный взрыв, вибух. Почему это нужно? Это очень большой риск. Поэтому и не делают таких с активной частью реактори, не ставят там, где есть большой риск вибуху. И тут риск вибуху просто 100%. Путин каже, что он запускал, провел випробование, запуск ракеты с ядерным двигуном. Виникает вопрос, где же она в России застосовалась, где же она выстрелила, где она впала? Там такая территория, Юр, там можно... Где вибухнула? Да хотя бы сказал бы, чтобы было понятно, что туда теперь 50 лет не можно заходить. Продолжение следует...